Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо огромное! Уже лето пришло, да, и прямо чувствуется. Уже даже оно, астрономическое лето практически к нам приблизилось. Да, еще одна неделя. Прям совсем по-летнему, да, выглядим. Привет, да, очень рад тебя видеть и слышать. Спасибо большое! Ну что ж, представляй свою гостью и вперед! Спасибо! Начинаем! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Хрущинская, программа «Женская гостиная» на волнах радио «Сангейт». И сегодня у меня в гостях волшебница. Я не побоюсь этого слова, потому что я сейчас вижу перед собой удивительную, солнечную, прекрасную девушку. Юную фею, которая блещет через экран, мне передает свою красоту, свою энергию и счастье. Она просто излучает это все. И я надеюсь, вы обязательно посмотрите потом нашу запись на ютубе, потому что на Таню очень приятно смотреть. Итак, у меня сегодня в гостях Таня Саня. Она астролог ведической и западной традиции, психоаналитик, писатель, дизайнер украшений, автор сказок. И сегодня мы, почему я сказала волшебница, да, потому что мы сегодня как раз про сказки и поговорим. И тема нашей программы – это сказкотерапия и сказки как способ хранения важной информации. И я передаю слово Танечке. Танечка, добрый вечер, потому что Таня с нами сегодня из Киева, у них уже сейчас 7 часов вечера. Правильно я говорю, да? Абсолютно верно. Здравствуйте, добрый вечер, кому доброе утро, доброе время суток. И вообще спасибо большое за это приглашение. И мне очень приятно вас видеть и Риту, и Настю. Это большое счастье, честно говоря. Спасибо за все хорошие слова, которые вы сказали в мой адрес. Мне аналогично приятно смотреть на вас и на ваши замечательные цветы. Так что я думаю, у нас сегодня получится такая вот солнечно-цветущая передача. Несмотря на то, что у меня уже здесь вечер. Вообще, когда я получила это приглашение, вы знаете, я была очень рада одному такому важному факту. Все, Настюша, вы сказали, что вот и астролог, да, и различные у меня есть занятия в жизни, да, разные формы моего жизненного творчества. Но сказки, они занимают особое положение. И я была настолько счастлива, что это именно сказки. Мы будем говорить не об астрологии, не об организации путешествий, не о камнях, пока не о чем. Но начнем с этого. Потому что в жизни каждого человека, да, сказка — это какое-то самое начало. Всегда детство ассоциируется с какой-то доброй сказкой, да, с которой все начиналось, которую рассказывал кто-то из родных. И для меня, конечно же, я когда была девочкой, я любила очень много их читать, я любила сама их придумывать, записывать, конечно, я стала уже значительно позже. И писала сказки просто потому, что мне хотелось писать их сердцем, да. То есть уже значительно позже я стала разбираться, что же такое, почему же я пишу сказки, что у меня получается, да. По наите очень часто люди говорят, ты училась писать сказки? Я говорю, нет, потому что у тебя как-то композиционно и вообще вот такой философский смысл в сказках идет, да. Они такие глубокие, они необычные, они удивляют. Я говорю, нет, это все идет изнутри. То есть это очень такое состояние красивого потока, когда ты видишь и просто даришь его на бумагу, да, ты оформляешь его в слова. Вот когда мы чуть-чуть позже будем говорить о том, как возникает сказка, это понимание дает вот юнгианское направление, как раз немножко мы его затронем. Тогда вы поймете, что я чувствую, да, когда это происходит. Ну, когда мы говорим о сказках, да, то их функции, какое их значение в жизни человека. Ну, первое, что приходит, это для ребенка, это способ познания мира. Я, кстати, Танечка, я хочу вот вопрос задать, да, по ходу нашей беседы. А сейчас современные дети, мне кажется, они вообще лишены, наверное, того, чего мы с вами были, какой подарок, да, у нас был. Потому что сейчас, конечно, информационные технологии и вот это переполненное информационное пространство, когда маленьким детям уже буквально там в год, в два, я это наблюдаю все время, в Америке это очень, но я думаю, что это не важно, где ты живешь сейчас, это действительно так доступно. Они заместили все, да, ребенку, если что, допустим, в электричке едут люди, да, вот я летом была в Москве прошлым и ездила на дачу. И маленький ребенок, да, ему вместо того, чтобы раньше читали книжку, да, или рассказывали какую-то историю, едет мама, бабушка, а тут же ему дают в руки телефон, да, и он там что-то смотрит или он там что-то играет. И у меня такое впечатление, что сейчас современное поколение, вот именно молодежь, даже вот не молодежь, а вот детки, да, которым до 12 лет, маленькие совсем, они чего-то лишаются, да, и вот насколько это сейчас важно вернуть, мне кажется, вот эту сказкотерапию, да, вообще как факт именно передачи и наследия, и опыта, и общения, да, потому что я тоже, мне кажется, что это же тоже способ общения определенный. Да. Вот, насколько вы согласны, да, и насколько вот вы вообще видите в этом проблему сейчас? Ну, я вижу в этом проблему переходного периода, просто вот я собиралась об этом сказать чуть позже, но очень хороший вопрос, очень здорово, что мы сейчас об этом поговорим. В какой-то момент я тоже ведь занимаюсь с детьми, и у меня есть свои родственники, племянник, да, я стала замечать, допустим, мы там с ним разговариваем, и вдруг я укладываю его спать, рассказываю какую-то историю, и вдруг он поворачивается и говорит, Таня, а как вот, кто все это создал? Вот мы здесь живем, да, что это за мир? А если что, вот представьте себе человека, который столько всего знает, вот какой объем знаний, ну как маленькому ребенку, которому 5 лет, вот, ответить на вопросы? Первое, что у меня и вырывается из сердца, говорю, Бог, но ответ, который я услышала, он меня просто потряс. Он говорит, ну да, я так и думал. Он повернулся и сразу заснул. И я понимаю, что этим детям ничего не нужно объяснять, у них уже как камертон все заложено внутри. И таких новых деток приходит очень много. Меня однажды пригласили к одной девочке поработать, а она с особыми способностями девочка может видеть. То есть я работала в программе с детьми Индиго, то есть вот с такими детками. И у нее в 3 годика наступил период, когда она ничего не хотела никому отдавать, такой период жадности. Знаете, когда вот все в мне и так далее, и вот там родители ее достаточно побаивались, но тем не менее они взяли и няню хорошую, с многими образованиями. И вот няня как раз меня пригласила с ней поговорить. И вот я читаю, там, разговариваю с ней, читаю ей сказку о вреде жадности, о том, что нужно делиться и так далее. Она сидит на меня смотрит, говорит, Тань, ну, я понимаю, что со мной происходит. Говорит, ты мне скажи, как мне с этим справиться. И я понимаю, что старые сказки, да, они как бы уже не выполняют какую-то вот эту функцию, которую они выполняли раньше. А дальше больше. Дальше получилось, что я училась в Международном институте психоанализа в Киеве, глубинной психологии. И, естественно, мы изучали различные направления психоанализа и изучали работу знаменитого французского психоаналитика детского, Франсуаза Дальто. И вот у неё есть прекрасная книга, если кому-то придётся и захочется углубиться в эту тему, называется «На стороне ребёнка». Она очень легко отчитается, но очень полезная. Так вот там она говорит о том, что сейчас уже, по-моему, сказки, да, старые, они утратили свою функцию, потому что мир изменился, да, и уже контекст, вот те условия жизненные, в которых они создавались, он пропал, и уже нет тех дедушек-бабушек, да, которые рассказывали эти сказки, им на смену пришли вот гаджеты, да, им пришёл телефон, айпад там и так далее. И тогда я задумалась о том, что нужны новые сказки для детей, да, которые бы могли им рассказать об окружающем мире по-другому, в новом пространстве, да, дать им прямой доступ, например, к планетарным энергиям, архетипам, да, могли бы рассказать им там лучше о космическом пространстве, о Луне, о Плутоне, вообще, как устроен этот мир, как это всё работает. И вы знаете, это оправдалось, потому что вот такие информационные сказки, они пишутся очень необычно, и у каждой из них у меня есть особая история, я сама этому всему удивлялась, но я проводила специальный такой, ну, даже это не эксперимент, а серию занятий в киевских колледжах и школах. Это были уроки внеклассного чтения, и я читала там свои сказки. Так вот эти информационные сказки, они были у детей самые любимые. То есть у меня вот есть такая сказка, Дырка от Бублика называется, и там и об измерениях многих, и о цифрах, и об их значении чисел вообще в жизни человека и в сотворении мира и так далее, но всё это очень просто в детских образах, да, и когда я на следующий день пришла, она достаточно длинная, они прослушали её всю. Когда на следующий день я прихожу в школе, в школу на дворе, они играют вот в измерения уже из этой сказки, они накупили этих дубликов, они смотрят, что они там могут в эти дырки увидеть, то есть вот откликнулось сразу же, да, как только пошла какая-то новая информация, дети вот за неё ухватились. Вы знаете, вот что мне нравится в юнгельянском направлении, оно вам поможет понять, что такое, как возникает эта сказка. Например, был мельник, он пошёл в лес, у него было ружьё, он увидел лису, он хотел её застрелить, и вдруг она сказала ему человеческим голосом, не убивай меня, да, и вот этот мельник, он там возвращается, весь переполненный чувствами, да, он уже такой, ну не каждый день встретишь, ты лису, который разговаривает человеческим голосом, да, и он пытается вот как-то всё это рассказать другим, то есть обязательно в основе любой сказки есть какое-то вот это парапсихологическое явление, и дальше человек, у него скудное средство на самом деле, я с этим сталкиваюсь каждый раз, да, объяснить то, что ты видел, потому что каждый раз это какое-то явление бессознательного мира, да, это что-то сверхъестественное, это что-то божественного порядка, это какой-то канал этой энергии, которая открывается, и ты пытаешься втиснуть это слова, но не просто слова, ты пытаешься найти какой-то образ, какие-то образы, слова, которые понятны другому человеку, потому что ты хочешь донести эту информацию другого и получить какую-то ответную реакцию. Вот таким образом созданы и возникают все сказки, то есть это опыт бессознательного, который вторгся в сознательную жизнь, чего-то необычного, который человек пережил, он это переработал, как смог выразил, и он этот опыт передал следующий. Вот таким образом в этой форме сказкам эта информация, она может существовать, передаваться от человека к человеку, от поколения в поколение и так далее. Вообще, конечно, Юнг однажды заметил, что по волшебным сказкам можно изучать сравнительную атомию человеческой психики. Вообще, вот если раньше, вот старое, допустим, представление о сказках, как о способе информации, способ познания мира для ребенка, это может быть как способ избрания какого-то жизненного сценария, то есть мы можем чуть-чуть остановиться позже, я скажу, какие, допустим, могут быть сценарии, но пока я закончу другую тему. Это может быть как набор каких-то образцов поведения в разных жизненных ситуациях. Ведь мы хорошо знаем, что с давних времен сказки использовались для обучения и воспитания детей. И потом вот сам язык сказки очень важен, вот этот нарративный такой темп, он вводит как бы человека в такое состояние измененного сознания, какого-то транса. Поэтому, знаете, сказка — это безболезненный способ что-то изменить в сознании человека. Но вот юнгианское направление, они рассматривают это с другой стороны намного глубже и интереснее, с моей точки зрения. Они говорят, что сказка — это встреча читателя с самим собой. Вот и Юнг, и Мария Луиза фон Франс, это известная психолог юнгианского направления, есть тоже замечательная книга, очень популярная, «Психология сказки», и кто заинтересуется, могут познакомиться с ней. Вот они писали, что все волшебные сказки, они написаны только для того, чтобы человек познакомился и лучше узнал один единственный, очень важный психический феномен. И Юнг назвал его самостью — self. То есть самость — это всё содержимое человеческой психики, но в то же время, как это ни парадоксально, самость является регулирующим центром и коллективного, бессознательного. То есть если говорить простыми словами, а я часто выступаю как такой переводчик, то это образ, по подобию которого мы созданы. И этот образ, он тоже находится в нас. Так вот человек всё время... Почему нам нужны эти сотни тысячи сказок, миллионы этих вариаций пересказываний? Потому что мы всё открываем какие-то новые грани в самости, а значит себя. На самом деле, можно я тоже ещё хотела спросить, да? Вот мы поговорили о самореализации, о том, что мы можем найти в сказке, как взрослому... И о том, почему они нужны детям, а как взрослому человеку объяснить, что ему нужно прийти к сказке, да? Потому что, мне кажется, люди, опять же, обращаясь к изменённому миру, что я абсолютно согласна, да, сейчас мир так изменился, и люди, которые пытаются уцепиться чем-то там вот как бы крючками за прошлую жизнь, они крайне неправы, потому что нужно приспосабливаться уже к новым условиям. И мир меняется очень быстро, и иногда мы не успеваем, действительно. Как взрослому человеку объяснить необходимость сказки? Что он может из неё получить? Вот это именно, вот эту глубину, да? Потому что, ну, у большинства людей, занятых, да, вот занятых на работе, в ежедневной жизни, в таких, в рутинах вот в таких вот, для них, для меня всё очевидно, да? Я просто хочу для слушателей наших раскрыть эту тему, что сказка нам необходима, да, что нам нужно вернуть это ощущение в жизнь, и что нам нужно её слушать, нам нужно её рассказывать, и нам нужно её читать, потому что мы же теряем это чувство, да, вот это возвращение в детство. Ребёнку как раз объяснить сказку несложно, ребёнок, наоборот, он готов, и он всегда её принимает. Ребёнок, безусловно, верит в чудо, ему совершенно, он допускает существование всего. Это мы, взрослые, лишаем его этих вот... А то мы не допускаем в внутреннем ребёнке тоже, да? Да, да, да. Смотрите, я сейчас вот, интересно тоже, вы хорошо меня подводите к этой теме. Я уже сказала, что сказка – это способ познания себя, да? Ну, с одной стороны, мы можем подойти с точки зрения жизненных сценариев. Вот вам конкретная польза. Например, если мы возьмём любая сказка, которая произвела какое-то эмоциональное впечатление сильное на ребёнка в детстве, особенно до семи лет, да, то ли ребёнок был очарован, то ли наоборот он сильно боялся, да, но было вот эмоциональное какое-то такое воздействие, она может повлиять вообще на судьбу, на выбор вот этого жизненного сценария впоследствии. Например, люди, которые выбирают, очень нравится сказка «Золушка», да, вот очень часто бывают проблемы с матерью, да, если это вот сказка «Русалочка» такая, вот часто у нас и экранизации много и так далее. Смотрите, женщина и мужчина, которые любят друг друга, но они не могут быть вместе, да, в силу различных причин. Это могут быть какие-то социальные различия, это человек уже занят, например, либо даже этот сценарий может разыгрываться, этот человек будет воздвигать какие-то препятствия, делать расстояния какие-то, это может там и даже на физической близости где-то сказываться, то есть настолько глубоко это уходит. Если это, например, царевна-лягушка, да, это в жизненном сценарии может отразиться, когда женщина сидит и ждет кандидата в мужья, но непременно царского рода, да, и чтобы обязательно у нее там стрелой попал, то есть это может быть очень долго, да. Например, «Гадкий утенок», вот известная эта сказка Андерсона, тут еще нужно учитывать, как каждый еще понимает эту сказку, да, но тоже, как бы, вариации могут быть от избранной этой темы. Вот у «Гадкого утенка», смотрите, изначально Андерсон, он написал, что яйцо-то было другое и больше, да, то есть это был маленький лебедь, но просто ему требовалось больше времени для того, чтобы раскрыли все его красивые способности, он стал прекрасным лебедем и так далее. Но я вот столкнулась в работе с тем, что многие люди понимают это по-своему, и они понимают так, что вот я сейчас, отвергаемый всеми, там, меня не любят, я там некрасивая или некрасивая, не хотят со мной общаться, но ничего, придет время, я превращусь в этого лебедя прекрасного, да, вот такая, например, девушка-подросток, она сидит и ждет, что произойдет это чудо, вместо того, чтобы научиться любить и понимать себя, да, чтобы другие могли любить ее, да, вместо того, чтобы научиться общаться, потому что зачастую отвергает вот эта подростковая среда из-за того, что просто человек не умеет общаться, да, и он ждет вот какого-то чуда. И вот эта девочка-подросток, она растает, становится зрелой женщиной, что чудо не происходит, и вот тогда просыпается эта гигантская агрессия по отношению к родителям, особенно к матери, по отношению к обществу, вообще в целом, да, и часто вот эта позиция ведь у таких людей, избравших вот гадкий утенок, как жизненный сценарий, вот я вырасту, вот я стану лебедем, вот я вам покажу, да, то есть вот такой может быть сценарий. С другой стороны, может быть, знаете, когда, если я буду прекрасным лебедем, то все должны мной восхищаться, а вот если есть вероятность, что кто-то мной восхищаться не будет, то я даже из дома не выйду, да, то есть это другая будет уже крайность. Если мы возьмем, например, аленький цветочек, то там другой жизненный сценарий, там, ну вот, до меня он был несчастным, а мы встретили друг друга, полюбили, и он превратился в прекрасного принца, да неважно, что он, даже если он был раньше чудовищем, да, и вот эта вот жертва самопожертвования потом в жизни ищет вот этих чудовищ себе, да, вот невежественных, грубых, которые обращаются с ней, унижают ее, да, то есть это, и она согласна для него все делать, ну надо же, чтобы он был принцем, да, превратился в принца, а потом вот жалко его бросить, потому что, скажем, без меня пропадет в лагерь. Ну а как же юридическая концепция, что мужчина меняется рядом с женщиной, да, вот я, кстати, меня так отозвалось, да, потому что я очень люблю эту сказку, она тут на Западе существует, как в версии, как красавица и чудовище, да, и я прям себя узнаю, это мой сценарий такой любимый, да, ну мы себя узнаем, особенно если мы какой-то занимаемся, да, духовной работой, своим ростом, да, развитием-то, мы себя уже начинаем узнавать в чем-то, а как быть, да, вот я почему, меня интересует ведическая концепция, да, ну такая навязанная, может быть, я не очень сейчас тоже это люблю, поддерживать, как бы вот эти вот иллюзии по поводу того, что, ну тем не менее, жена, да, она вдохновляет мужчину, она дает ему точки опоры, да, и мужчина меняется, и, в общем, даже и не ведической концепции, много где об этом написано, да, вот как же быть-то, нет? Ну вот смотрите, в этой сказке на самом деле должен быть другой посыл, что человека можно изменить без его согласия, а этого нельзя делать. Другой вопрос, если муж согласен на то, чтобы жена его таким образом изменяла, не важно, вдохновением или чем-то другим, понимаете, то есть без согласия человека изменения делать нельзя, это уже вмешательство, если мы берем ведическую концепцию, да, то это уже вмешательство в кармический уровень другого человека. Ну, это я хочу сказать, что у нас вообще женщины на постсоветском пространстве, вот эта вот идея спасать всех, она у нас в лаком матери впитана, потому что, наверное, ну, у нас были на это предпосылки, да, историческая память определенная, поэтому, конечно, спасение нам свойственно, потому что, например, в той же самой Америке я вижу, что тут никто спасать тебя не будет, вот, а у нас такая программа, она встречается очень часто. Это, кстати, вот интересно, я знаю, что вы живете большую часть времени на Бали, отличаются ли люди вот именно по сказочным сценариям, да, на Украине, там, или в России, или вот где-то за границей, потому что я знаю, что вы очень много путешествуете. Да, вы знаете, очень интересно, ну, во-первых, я хочу сказать, жизненный сценарий можно менять, да, их сменять, поэтому очень хорошо вот их просто замечать, отмечать за себя, вот почему хорошо читать сказки, этим заниматься, да, чтобы оно тобой бессознательно не управляло. Да, я много путешествую, мне очень нравится, могу сказать, что культуры обычаи бывают разные, но люди везде одинаковые, проблемы, проблемы, да, и чувствуют одинаковые, проблемы очень похожи, да, у них другие сказки, вообще Бали, это же продолжение, скажем так, такая вариация индийской культуры, там, даже все скульптуры и танцы, это все ведь темы эпоса Махабхара, Тарамаяна, да, поэтому там все очень как бы похоже. Я на сказки, честно говоря, вот их сказки не очень знаю, да, то есть потому что у них в основном все идет, все эти сказания, предания, легенды именно из этого эпоса, самих балийских таких, я не знаю, это нужно уже там дедушек, бабушек, наверное, каких-то найти, но вот могу сказать, что я рассказывала свои сказки, вот наши, да, допустим, «Царевну лягушку», и они прекрасно все понимали, вот в чем весь вопрос. Это такой интернациональный язык, вот мне вспоминаются сейчас слова Марии Луизы, вот о которой я говорила, да, известный психолог кингянского направления, так вот она писала, что это интернациональный язык человечества, да, она существует вне расовых различий, вне культур, и она там описывает в книге «Путешествие одного миссионера», ну, точно так же, где-то там по-азиатским, по-другим странам, говорит, «Самый лучший способ договориться с другими людьми, это рассказывать им сказки», и я в этом убедилась. Вот когда мне нужно было, особенно там дети, дети даже постарше, ну, которые хоть немножко знали английский, да, вот я в перевешку индонезийские, английские слова, какую-то простую сказку там им рассказывала, и всем было очень интересно, и абсолютно все понятно, не нужно было там объяснять ничего такого, да, то есть вот люди, они очень похожи, я думаю, внутренне, и зря мы принадлежим к общему человеческому роду. Вот возвращаясь все-таки к сказкам, почему еще важно, вот я вам приведу пример, юнгянскую трактовку нашей знаменитой «Курочки Рябы». Вы поймете, насколько колоссальный смысл в ней заложен. Да, ну, это сказка, которую, ну, вполне возможно, первый раз читают там ребенку, да, но очень простенько. Все знают, жили-были дед, баба, была у них курочка Ряба, снесла она яичко золотое, непростое, вот дед бил-бил, не разбил, баба била-била, не разбила, и тут бежала мышка, хвостиком махнула яичко и разбилась. Вот если, чтобы понять вообще смысл этого всего, как к ребенку это вот приходит, да, нужно понять, что такое вот это золотое яйцо. Вот я когда говорила, как возникают сказки, я говорила, да, что в основе лежит какое-то сверхъестественное явление. Вот золотое яйцо, это и есть вот это сверхъестественное явление, потому что, ну, обычная курочка несет простые яйца, его легко разбить, а тут оно золотое, и оно не бьется, хоть и дед бил, и баба била, да, то есть вот оно, бессознательное, которое входит в сознание. Но что такое? Разбить яйцо — это задача. Что мы получим, когда мы разобьем яйцо, да? Мы получим доступ к его содержимому. То есть разбить яйцо, получается, это заглянуть в глубины своей собственной личности и Вселенной, в том числе, потому что во многих традициях образ яйца — это образ Вселенной. И вот внутри нас, да, в наших душах и отражается вся Вселенная. И только постигнув все глубины своей личности, да, мы обретаем настоящую мудрость. А теперь что это такая таинственная, интересная серая мышка, да, которая под силу то, что ни бабка не сделала, ни детка не смог сделать, да? И вот здесь мы вспоминаем у Юнга, да, о его четырёх видах сознания. И вот одна из этих форм сознания, она вытеснена, она не используется. Это так называемая тень, да? Мышка-нарушка, которая тайная где-то, в горке, она серая, её не видно, она не используется. вообще для решения каких-то там задач, только может использоваться для решения таких нестандартных задач. То есть, таким образом можно, без тени человек не обретает своей целостности, получается, да, вот без этого бессознательного аспекта. То есть, при толковании любого сна, любой сказки, да, там символического чего-то и так далее, мы обязательно будем возвращаться к бессознательному. То есть, ребёнок уже в этом возрасте, в маленьком, да, он получает такое мощное послание. Не забывай об этой бессознательной части, не решай нестандартные вопросы обычными, стандартными способами. Не забывай, что ты часть Вселенной, да, и что в тебе заложено. То есть, вот такой глубокий и большой смысл. Ведь, помните, есть такое, это непросто расхожее мнение, многие говорят, что дети пахнут Богом, да, что у них до определённого возраста сохраняется эта связь. И вот такие вот самые простые волшебные сказки, да, они помогают эту связь ребёнку сохранять ещё, да, как напоминание такое, что не забывай. Вообще существует много различных видов. Есть предания, есть легенды, есть миф, но самая старинная, да, самая древняя форма считается именно волшебная сказка. Поэтому их польза, она вообще неоценима. Если человек действительно хочет не просто в этой жизни, ну вот, жить как в обычной жизни, да, но хочет всё-таки узнать о себе, хочет узнать об окружающем мире, то я бы посоветовала, да, иногда заглядывать в сказки. А вдруг вот случится как раз этот момент, когда это бессознательное, необычное, с этим человеком и произойдёт, и тогда ему что-то откроется о нём самом. Вот смотрите, я рассказываю вам, а у вас, когда жизненный сценарий, а у вас сразу что-то сработало внутри, да, я даже вам сейчас хочу рассказать, что сработало, вы когда рассказали про курочку Рябу, вообще это сказка про Сатурн, потому что это тень, да, это чая, и это вот как раз полное разбитие иллюзий. Я у меня сейчас очень свежо, я как раз, ну, я сейчас сама прохожу сатурнианский период, сейчас такой Сатурн сложный у нас этот ретроградный, и, естественно, я просто, у меня прямо как озарение было, да, такая вспышка, боже, это же Сатурн, это же уроки Сатурна, которые мы получаем, вот оно тень, вот, абсолютно, и я как раз, у меня эта ассоциация возникла, я очень хотела спросить, есть ли связь астрологии и сказки, вот мне ужасно интересно, потому что, ну, все-таки вы как астролог, да, и я, у нас люди интересуются астрологией очень сильно и много, и я очень рада этому обстоятельству, и, конечно, мне хотелось бы вот узнать это. Конечно, ну, я считаю, конечно, есть, безусловно, потому что мы творим, да, и это знание получаем, мы все в одних каналах, это все вожженный канал, это все энергия, которая идет, поэтому, безусловно, и потом, любую, в принципе, да, и астрологию тоже где-то можно рассматривать, как сказку, вот, ну, если так в общем совсем взять, да, и весь наш мир тоже можно рассмотреть, как сказку, потому что, смотрите, во многих традициях говорят, что мир – это иллюзия, да, затем, там, в середине прошлого века, да, стали говорить о том, что наш мозг, он мыслит голограммами, а теперь уже ученые, совершенно точно уже, многие выдвигают эту гипотезу, что наша Вселенная, на голограммой человек, как часть этой голограммы, тоже ей является, да, поэтому он и является отражением целого, а не только ее частью, поэтому, ну, вот, в принципе, можно сказать, что все у нас волшебная сказка, поэтому, безусловно, связь астрологии со сказкой существует, но существует еще и связь в том, что, когда мы видим что-то в астрологической карте, да, да, вот это вот, собственно, я не деформировала вопрос, да, когда мы видим что-то в астрологической карте, то тогда мы можем, собственно, использовать методы сказкотерапии тоже для того, чтобы сделать коррекцию, да, то есть я уже тот астролог, который больше работает с многомерностью карты, скажем так, и с многомерностью различных упай, да, и гармонизации и так далее, то есть я считаю, что основное все-таки происходит, через осознание самого человека, каким образом мы этого добьемся, да, к этому придем, это могут быть разные способы, знаете, как вот Юнг говорил, что любая нация, любой человек, любая нация, у них свой путь, да, свой способ взаимодействия с вот этим психическим феноменом самости, да, точно так же и здесь у каждого человека будет свой путь, и тогда у него и своя сказка может быть, то есть вот эти вот старые сказки, которые передают общие знания из поколения в поколение, это одно, но ведь сейчас может существовать очень много разных сказок, и вот я использую свои практики, например, как способ коррекции, это тоже через написание человеком своей сказки, это тоже может быть, и это помогает, потому что... Вы захитили мой вопрос про клиентскую сказку, потому что вот у меня сразу возникло, то есть вот такой вопрос, да, потому что человек, может быть, он настолько будет закрыт, да, или он там не способен к фантазии, к творчеству, да, и для него это проблема, написание своей вот собственной сказки, вот этой истории, где есть инструменты помощи ему, да, вот просто я, ну, там, там, естественно, мы себя через все через себя пропускаем, да, и транслируем, там, я просто протранслировала, на своих близких, и поняла, что вот этот человек из моего окружения вряд ли, он просто будет в тупике, да, когда ему предложить написать сказку, у него будет проблема, да, как-то, как с этим справляться? Хороший вопрос, да, вы передавайте телево, у нас хорошо работает, у нас связь, да, конечно, есть люди, которые могут это сделать, а есть люди, которым сложно это в силу разных причин, тогда может терапевт это сделать, не будет, да, тогда пишется под клиента сказка, да, тогда человек, терапевт из своего канала, тогда он помогает таким образом, также это может быть и совсем с маленькими детьми, в том числе, да, то есть, когда они сами еще не могут этого сделать, поэтому здесь, конечно, выходов можно найти много, было бы желания действительно, то есть, главное, чтобы этот человек каким-то образом пошел навстречу, и он признал, у него есть эта проблема, и он хочет с ней справиться, вот это вот главный вопрос, потому что без этого, тогда это будет причинить добро, а вот еще такой вопрос, насколько я понимаю, существуют определенные, да, сценарии, наверное, все-таки, ну, я не знаю, либо существует бесконечное многообразие, да, сценариев и сказок, либо все-таки становится понятно, да, но если как бы обращаться к психотерапии, то, скорее всего, существуют некие типичные проблемы, и уже, потому что сказки, они, не даром они похожи, да, если мы говорим об историческом контексте сказки, то не даром сказка похожа у разных народов, да, мы видим очень похожую сюжетную линию, могут быть разные имена, да, могут быть какие-то разные нюансы, но тем не менее сюжетная линия совпадает, у людей тоже так. Ну, посмотрите, говоря вот о количестве, да, это, как говорите, количество измерений, да, это конечное число, это или бесконечное, я вернусь к Юнгу, к юнгианству, и скажу вам об архетипах, да, вот, и тогда вы поймете, почему я к ним обратилась, вот, Юнг ввел такое понятие, как архетип, что это такое, архетип, это такая, психически, опять же, он в форме, например, там, как рентгеновский губ, который направлен на определенный образ, а может существовать, как магнитное поле, которое действует во всех направлениях, вот по аналогии, как материя, она может существовать в форме частицы, а может существовать в форме волны, да, то есть Юнг, вообще, зная его любовь к физике, да, и особенно в конце жизни, он очень много дружил с физиками, занимался, вот, нахождением этих точек соприкосновения между психическим и физическим, да, так вот, зная его, это любовь к физике, можно сказать, он пытался найти вот эту неделимую частичку психической материи, я бы так сказала, да, так вот, архетипы, сколько их может существовать, их же, бесчетное количество может существовать, точно так же и здесь, и у каждого человека свой путь, поэтому сказок может быть на разные темы очень много, другой вопрос, что мы все-таки, зная, ну, какие-то общие, да, мы сознанием можем придать форму, и тогда вот возникают вот какие-то определенные, вот эти общеизвестные сказки, тогда они используются вот как ориентиры определенного направления, мы можем выделить какие-то жизненные сценарии общие там и так далее, да, сказки общие, на которых воспитывается там целое поколение, например, или группа людей, да, или какая-то культура, или национальность, то есть это уже делается как бы сознательно, да, для того, чтобы это каким-то образом сделать удобоваримым для нашего понятия, потому что архетип, самость, вот эти понятия, сам Юнг писал, что в человеческом сознании очень сложно, постичь, что это такое, да, оно трансцендентно по своей природе, и даже если мы достигнем высокого уровня, именно человеческим сознанием до конца не сможем понять, поэтому это всего лишь общие черты, как это существует, вот важный момент еще скажу, как существует бессознательно, все эти архетипы, они наслоены друг на дружку, да, то есть они все очень связаны, это вот как будто фотография, на которой несколько изображений, пластов таких, которые невозможно разделить, но когда мы смотрим, все-таки по какой-то причине, я скажу позже, по какой, мы можем разглядеть одно определенное изображение, даже среди этого, вот так мы выбираем Женю Нестерари, сказки, которые нам нравятся и так далее, то есть архетип нужно понять, это не только паттерн мышления, это еще и эмоциональная память, эмоциональный опыт наш, вот согласно вот этой эмоциональной составляющей, мы и выбираем, то есть куда первое наше внимание обращается, вот это вот важно, тогда и будет у каждого своя какая-то определенная сказка, ведь посмотрите, даже у того же гадкого утенка, или у той же Золушки, расскажет один человек, одна вариация, расскажет другой, другая вариация, свои нюансы будут у каждого, никто одинаково эту сказку, даже в общем таком, в общей форме не рассказывает, ну давайте уже почитаем что-нибудь, потому что я думаю, что уже время нам пришло почитать сказку, как думаете, какую вы хотите, секрет вселенной? Давайте секрет вселенной, давайте, да, секрет вселенной, отлично, была морозная зима, на уступе высокой скалы одиноко росла дикая слива, чудом зацепившись корнями за камни, она словно озявшая птица притаилась от холодного ветра, в надежде согреться ее обледеневшие ветви отчаянно тянулись солнцу в небо, среди тишины и снега ее душа мечтала о весне, внутри ствола в старом дупле стоял маленький домик с зелеными балконами, фиолетовой крышей и коричневой лестницей, там жила душа дерева, сливовая фея, это была маленькая девочка, закутанная в тулуп, под которым прятались крылья, на ней были одеты шерстяные колготки коричневого цвета и пуховый платок, у нее, конечно, была целая коллекция весенних платьев, от салатного до изумрудного оттенка, с розовыми и белыми лентами, ну разве зимой оденешь легкий летний сарафан из шифона и кружев, быстро замерзнешь и заболеешь, гуляя в атласных туфельках, где-то в шкафу из сливовых косточек лежали радостные мысли и хорошее, звонкое настроение, но в этот жуткий холод на девочку с тусклой люстрой под абажуром старой пылью падали, лишь уныния и грусти. Из-за трескучих морозов фея сливового дерева не могла выйти из своего домика. Укрывшись теплым бледом поверх тулупа так, что виднелся один носик, она подолгу смотрела в маленькое окошко и размышляла подвой ветра. «Какая же эта зима долгая и беспросветная! Почему надо так долго страдать из-за холода и стужи, чтобы пришла весна?» думала фея и с тоской глядела на белый снег. Чтобы как-то отвлечься, она любила рассматривать по ночам далекие звезды в небе. Сияющие россыпи звезд будоражили ее воображение. Где-то там во Вселенной бились миллиарды сердец, жили волшебные миры, кружились целые галактики, сверкали огромные созвездия. В фантазерке виделась спиральная галактика подсолнуха, полная семечек звезд, созвездия воздушных шаров, которые дети отпустили в небо. Звездный дом паучка блестел узором серебряных нитей на фоне темных облаков. В звездном скоплении муравьев, похожем на муравейника, пошилось безумное множество огоньков. Только все они были так далеко, а бедняжка в своем домике одна. А ей так хотелось верить, что где-то там высоко есть место, где не бывает ни холода, не одинокой зимы, где всегда светит теплое солнце, пышно благоухают сады и цветет разноцветными звездами жизнь. Она назвала это волшебное царство галактикой цветущих слив. Она мечтала о стрекозах и бабочках, о жуках и червях, о трелях птиц, о треске цикад, о кротах и мышах, о новых платьях и свежей листвы, об украшениях из нежных соцветий, о вкусных угощениях и слив. Как же она любила гостей, праздники и весеннее настроение. Без них было так одиноко и скучно. Неожиданно фантазерка вспомнила о сливовом варенье. Ей вдруг так захотелось испечь пироги и представить, что у нее веселый праздник с множеством дорогих гостей. Может быть, кто-то почувствует запах и придет? Фея быстро побежала на кухню. Достав с полки большую банку со сладким лакомством, она обняла ее, как самое дорогое богатство. Замесив на скорую руку тесто, она налепила пирогов и только поставила противень в печку, как в окно раздался стук. От радости у нее чуть не выскочило сердце. Первый гость! Позабыв про мороз, солевая фея выбежала на улицу и обомлела. На ветке сидела прекрасная чудо-птица. У нее была сапфирная грудка, белоснежный галстук, крылья цвета бирюзовых снов и смешно торчащий яркий малиновый хохолок. Маленькая фея смотрела во все глаза. «Вы, наверное, птица счастья!» в изумлении произнесла она. «Если хочешь, можешь и так меня называть», ответила неожиданная гостья и нетерпеливо добавила. «А где пироги?» В этот момент аппетитный аромат донесся из кухни как знак того, что блюдо уже готово. Хозяйка всплеснула руками и бросилась в домик. Вскоре она притащила доверху заваленный пирогами поднос. «Хорошо, что испекла запасом», подумала Стрепуха. «Для большого клюва феечкины плюшки были маленькими крошками». Гостья склевала вкусное угощение с большим удовольствием и поблагодарила хозяйку за хлопоты. «Я так рада, что вы прилетели», ответила солевая фея. «Но как вы узнали, что я пеку пироги?» Сытая птица сидела, раскачиваясь на ветке, довольно прищурившись от солнца. «Я летела из галактики ночных светлячков в созвездие кедровых орешков. И мне вдруг так захотелось пирогов, представляешь, именно со солевым вареньем». Маленькая фея обрадовалась. «Значит, эти звездные галактики и вправду существуют?» Птица продолжала. «Вселенная услышала мой зов, а ты приготовила такое вкусное угощение». «А я тоже очень хотела гостей», призналась мечтательница. «Вселенная услышала и тебя», ответила путешественница. «Вот я и прилетела». «Только вот холодно тут у тебя!» Птица поежилась на ветке. «Зима!» грустно вздохнула фея. «Но ты же хочешь весну?» спросила птица, внимательно посмотрев на девочку, которая кивнула головой в знак согласия. «Тогда почему здесь зима?» «Ты что, не знаешь секрет?» Вдруг спохватилась гостья, словно ее осенило. «Какой?» озадачилась фея. «Секрет вселенной», ответила птица. «Ой, я бы так хотела узнать!» отозвалась фея, но тут же осеклась. «Он, наверное, дорого стоит. А у меня совсем закончилось сливовое варенье». Бедняжка так огорчилась, что в глазах заблестели слезы. Однако, вспомнив о своих нарядах, она с надеждой добавила, «Но я бы могла отдать замен все свои платья и цветочные украшения». Не услышав сразу ответ, маленькая фея совсем расстроилась и тихо добавила, «Или мне нужно еще пострадать, чтобы открылся секрет?» Птица изумленно покачала головой с малиновым хохолком. «Такое доброе сердце! О мысли невозможно слушать! Не мудрено, что у тебя здесь еще холодно и скучно. За деньги не купишь этот секрет и за муки его не получишь. Вселенная дает его в подарок тем, у кого открытое и щедрое сердце, кому не жалко потом поделиться с другими. Ведь мир тогда станет красивее, лучше и счастливее». Фея, затаив дыхание, внимала каждому слову волшебной кости. «Ты просто поверь, что все в этом мире возможно. И слива, может, зацвести зимой, вырвалась у феи». Но в тот же миг птица взмахнула крыльями и исчезла. И как по мановению волшебного жезла посреди зимы, соперничая белизной со снегом, усыпали ветви нежные цветы. Они ярко сверкали в солнечных лучах, будто далекие солнца. В кроне сливового дерева прекрасными звездами засияла галактика цветущих слив. Неожиданно со всех сторон появились люди, чтобы посмотреть на это небесное чудо. Они словно спустились с небес вместо стрекоз, бабочек, ежей и шмелей. Фея бросилась в спальню расправить крылышки, надеясь в свое самое лучшее платье из розовой аганзы с пышной юбочкой, как лепестки, и достать с полки сказочные конфетти искристой радости. Ведь у нее был самый настоящий праздник. Рядом билось столько сердец. Зрители долго любовались нежными соцветиями на голых ветвях. Красота открывала сердца. Время от времени цветы слетали на землю в волшебном конь цветей, и люди загадывали желания, будто нападающие звезды. Сливовая фея знала, что мечты обязательно исполнятся. Она подлетала к каждому гостю и тихо шептала, чтобы услышала сердце о драгоценном секрете, что все в этом мире возможно и становятся ближе даже далекие звезды. Стрясающе. Спасибо большое. Такая трогательная сказка, такая невероятная. Не знаю, как наши радиослушатели, но у меня такое количество образов принеслось перед глазами. Особенно эта сказка очень калифорнийская, я вам хочу сказать, потому что у нас здесь живут синие птицы, и у нас здесь самое большое количество сакур за пределами Японии. У нас здесь цветут сливы очень невероятно прекрасны. Смотри-ка, как выбор пришел. Ведь я могла выбрать любую другую сказку. Да, вот удивительно. И это мне очень откликнулось. И так вот прямо даже вот нету слов. Я обычно как-то сосредоточена, а тут настолько такая благость спустилась. Вот это вот так открытие каких-то удивительных простых вещей. Ведь на самом деле, действительно, я думаю, что вы согласитесь, что сказка нам дает понимание того, что не надо ничего усложнять. Да, все просто. Все очень-очень просто. Не как мы нагромождаем, нагромождаем, и в итоге вот у нас получается очень сложная жизнь. Не знаю, у нас еще есть 10 минут, мы еще успеем что-нибудь прочитать, или мы так уже просто поговорим? Ну, мы можем попробовать, давайте точнем. Есть такая сказка, которую бы мне очень хотел. Она из разряда таких информационных, 23. Даже если мы не успеем, будет интрига, вы тогда, может быть, опубликуете просто у себя и смогут дослушать. Но я надеюсь, что мы можем все-таки успеть. Она называется «Первоцвет». Это была одна из таких первых необычных сказок. «Первоцвет». То лето, когда началась эта история, выдалось жарким и засушливым. За несколько месяцев с неба не упало ни дождинки. Сгоревшая на солнцепеке трава торчала на потрескавшейся земле жухлыми лоскутями некогда сочно-зеленого покрова. От нестерпимого зноя быстро пересыхали реки и озера. Все живое, погибая от жажды, отчаянно металось в тщетных поисках воды. Полевая мышь носилась по выгорающей ниве, горестно причитая при виде засыхающих колосков. Злаки гибли, так и не достигнув спелости. Умирающие соцветия обреченно поникли, роняя на землю недозрелы семена. Это были волшебные колосси, за которыми присматривала полевка. Их чудесные крылатые зерна созревая устремлялись в небо и зажигались новыми звездами. Но если не будет дождя, пробадем драгоценный урожай. Без живой воды золотые крупинки отяжелеют, скроются потерянными талантами в земле и не смогут подняться вверх. Мышь старалась поддержать стебли один за другим, пытаясь спасти удивительные семена. Ведь сколько добра пропадает, почем зря. Наконец выбившийся сил, бедняжка поняла, что ей не удастся вернуть к жизни, увядающей растения. Зерна все равно не смогут созреть из-за недостатка влаги. Оглядевшись по сторонам, мышь подобрала одно семечко, что было спилее других, и понесла его к своей норе. Посадив чудное зернышко в маленький горшок, горемычная над ним расплакалась. Неожиданно что-то яркое мелькнуло сквозь мышиные слезы, словно сверкнула долгожданная капля. Мышь стрепенулась и увидела, как на край горшка уселась странная насекомая, похожая на большущую мошку. Крылья незнакомки были так густо и искусно украшены блестящими стразами, что неизвестная гостья переливалась на солнце, будто свалившаяся с неба звезда. Прямо перед изумленным носом мыши она вытащила из-под крылышка миниатюрное цветное стеклышко и, посмотревшись в него, как в зеркальце, довольно улыбнулась. Гламурненько! Заметив серое создание, кокетка манерно представилась. Жужжелица! Муха, что ли? уточнила мышь, жмурясь от слепящего света отражений крыльев сверкающей гости. Серебристая мошка оскорбилась. Звездная муха! Все равно двукрылая заметила серое, с интересом рассматривая стеклянный обломок, в который любовалась собой красавица и, не удержавшись, спросила, а это что у тебя? Волшебная стеклышка гордо сообщила обладательнице сокровища и снова принялась рассматривать свой прелестный образ. Шикарненько! И оно может творить чудеса, не унималась мышь, но жужжелица вдруг смущенно замялась. Я пока этого не пробовала, но быстро приободрившись добавила, зато я знаю, что если повернуться боком, то получается четкий профиль. Полевка разочарованно вздохнула. Эх, лучше бы ты знала, где достать воды. Серая в сердцах даже и не надеялась на ответ, но новая знакомая вдруг ее удивила. А вот и знаю, сказала она обиженным тоном. Я слышала, что есть змея, которая чует воду, где бы она ни была. И где же это ведунья, оживилась мышь? А я, я найду ее через волшебное стекло, самонадеянно ответила жужжелица с твердым намерением доказать, что она не глупая мошка. Но все, что она умела, смотрится в стеклышко. Она поворачивалась в разные стороны, распускала крылья, надувала щеки, пыжилась и так, и сяк, все пытаясь высмотреть хоть что-то по другую сторону стекла. Ты смотри, а то еще из мухи превратишься в славна, безломно рассмеялась мышь над забавным представлением. И вдруг над ними нависла огромная тень. Что-то похожее на ураганный смесь стало затягивать растерявшуюся муху куда-то внутрь адской тробы. Воздушный поток был таким сильным, что полностью сбил глупое создание с толку. Она не понимала, что происходит, лихорадочно хлопа крыльями. Это громадный слон, перепутав сверкающий наряд с каплей воды, захватил ее своим хоботом. Мышь, видя, что несчастная грозит смертельной угрозы, запищала, что есть силы и прыгнула прямо на слоновий хобот. От неожиданности и удивления слон отпустил перепуганную неудачницу. Это не вода, а муха, сердит и кричала мышь растерявшемуся слону, который с недоумением наблюдался сердобольной нянькой, приводившей в чувство обомревшее существо. Это чудо, пробормотала ошеломленная жужелица. «У меня получился слон!» «Просто слон шел мимо», возразила мышь, но несчастная твердила о своем. Слон топтался на месте с виноватым видом и тыкал хоботом, куда попало, в надежде обнаружить спасительную влагу. Неожиданно он натолкнулся на скользкий клубок. Мышь с жужелицей тоже заметили находку. Под сухими листьями засыхающего дерева, что одиноко росло среди поля, свернувшись калачиком в узловатых корнях, лежала небольшая змейка. Она так крепко спала и так туго смоталась в клубок, что даже закусила свой хвост. Вот она вдруг обрадовалась жужелицей. Видите, хвост у нее во рту. Это змея, которая слышит воду. Позабывая о недавнем неприятном происшествии, гордой своим открытием, звездная красавица уселась прямо на лоб слона, сверкая, будто третий глаз. От трубных возгласов слона, возбужденного песка мыши и непрерывного жужжания мухи, змея наконец проснулась. «Ты знаешь, где вода?» хором в один голос спросили друзья по несчастью. Потревоженная неожиданным шумом змейка нехоти развернулась. «Да, я чувствую ее в небе. Там есть два ковша, полных чудесной живой воды, что может оживить землю. Но ведь это слишком высоко. Нам ее там не достать, запричитала серая. Совсем погибнут мои колосси, не вызрют волшебные зерна». А змея тихо продолжала. «Но после того, как выпьешь небесной воды, можно позабыть, кто ты. Вдруг обнаружится, что вас нет, или вы не такие, какими кажетесь, только волшебное стекло будет помнить и хранить ваши образы в этой сказке». Не зря я в него столько смотрелась. Жужелица достала из-под крылышка миниатюрный обломок и торжествующе посмотрела на мышь. «Ну и как же в этом малюсеньком осколочке может отразиться кто-нибудь больше мухи?» недоверчиво спросила серая, совершенно сбитая с толку. «Я сюда точно не помещусь, не говоря уже о слоне». «Но ведь оно же волшебное, хоть и маленькое», заметила змея. Но ее уже никто не слушал. Все были увлечены обсуждением того, как добраться до заоблачных далей. «Давайте», вдруг придумала жужелица, «заберемся на слона, он высокий и сможет поднять нас на небо, где мы найдем воду». «Я чувствую, что исток в небесах, но не знаю, как дойти туда», грустно заметила змея. «Я своей дороги еще не нашла». Подумала мышь и сказала, «Пойдем по Млечному пути, мышиной тропе в небе, а там и до ковшей недалеко». Забрались искатели на могучую спину, мышь на слоне, смея на мыши, а муха где-то возле змеиных ушей жужжит. Но как приятели не тянулись, до неба чуть-чуть не достали. «Стать бы тебе змейка вьющейся лентой», попросила жужелица, «ты же можешь быть ладейкой, а значит, должна уметь летать». Подарила она сказочной подруге блестящие крылья, раскрутил слон летунью за хвост и запустил в небо. Смогла змея только до маленького ковшика долететь и обмоталась за ручку. Серая с мухой потянули ее к себе, ковш наклонился, но вода не пролилась. Закричала полевка слону, чтобы хоботом воду зачерпнул, но ему до ковша далеко надо, чтобы кто-то поднял его чуть повыше. «Помоги, мышь, немного снизу», отозвался слон. «Так те же, это видано, чтобы слабое создание таскало на себе эдакую громадь в тело». «Ну что поделать, больше-то некому, от звездной мухи уж точно мокрого места не останется. Подледло серое подслоновье брюхо, поднатужилось и, надо же, приподняла большую гору, набрал слон воды и оживил землю долгожданным ривнем. Очнулись деревья, зазеленела трава, поднялись колосья, наполнились реки и ручьи, напившись вдоволь, радовали звери, а в вазоне у мыши взошло чудесное семя, проснулся свежий росток. Вот только не заметили сказочные герои, что в этом переполохе жужжилица где-то обронила волшебное стекнышко ненароком, да и забыли о нем. Мир веселился под небесным потоком, кружась разноцветной каруселью, но как только четверо друзей сами испили чудесные воды, неожиданно все изменилось, и они исчезли. В душной комнате, положив голову на руки, за столом сидела девочка. Размаренная горячим воздухом, она не заметила, как на минутку задремала, и только звук, падающий в капель за окном, он ее разбудил. Девочка подняла голову и обвела комнату рассеянным взглядом, вспоминая сон. Ее взгляд упал на кусочек цветного стекла, зажатый в руке. Она нашла его на прогулке во дворе и с тех пор с ним не расставалась. Как раз перед тем, как уснуть, выдумщица долго игралась со своим сокровищем, рассматривая сквозь него предметы в комнате. Теперь, вспомнив забавное занятие, девочка снова поднесла осколок к глазам. Цветное стекло делало мир волшебным и красочным, превращая обычные вещи в сказочные образы. Взглянув на стол, фантазерка ахнула, неожиданно узнав друзей из сказки. Без волшебного стекла слон оказался обеденным столом, накрытым старой скатертью. Жужелица застыла ярким пятнышком в узоре полинялой ткани. Ладейка повесла выдернувшейся ниткой. В поисках мыши малютка заглянула под стол и к своей радости обнаружила там лоскуток обветшалого меха, прилепившийся непонятным образом к столешнице снизу. Еще мечтательница пыталась отыскать, кем же во сне была она, но у нее никак не получалось вспомнить. Из приоткрытого окна манила приятной прохладой, накрапывал уже не сказочный, а настоящий дождик, и, не поседа, позабыв о недавних мыслях, поспешила на улицу, вдохнуть свежего воздуха. Она выбежала на середину двора, радостно раскинув руки, обнимая дождь, словно родную стихию. Фонтаны жемчужных капель рассыпались по земле, неся оживительную влагу, а пыль и грязь освежает цвета. Постепенно струи становились стремительнее, делая все заметнее насыщенные краски деталей привычной картины двора. Поблевшие от жары листья кустов и деревьев, напитавшись небесным нектаром, стали изумрудными. Смахнув серый налет с покрашенных стен дома, проливная роса осветлила их до жемчужно-белого тона. Потемневшая черепица на крыше вспыхнула горящим погрянцем, а серые железные полотна старого поржавевшего ограждения отливали блеском чистого серебра. Девочке казалось, что под этим волшебным потоком вещи становились такими, какие они были на самом деле. Вода, проявляя ярчайшие оттенки окружающих предметов, обнаруживала их истинную суть, будто освещала новым светом. Детская душа, словно кусочек неба в обравлении стен двора, с любопытством выглядывала из-за забора, с интересом присматривалась к природе, омытой чудными строями. А дождь превратился в неистом и лимень. В ответ на сердечное объятие шумным непрерывным течением с неба полилась настоящая река, размывая дорожки во дворе, делая неясными очертания покосившегося забора и невидимыми контуры окружающего мира. Большие капли застилали глаза, смешивая яркие колориты в единую, пёструю палитру до тех пор, пока сознание ребёнка, ограждённое плотной изгородью, перестала видеть тесные границы двора и впервые заглянула за его пределы. Прильнув к сплошной пелене дождя, будто к волшебному стеклу, девочка, задоив дыхание, увидела пространство, что раньше было скрыто по другую сторону. Сияющие брызги стремительно разлетались вокруг бесчисленными звёздами, словно из волшебных колосьев сеялись лучистые зёрна с щедрыми россыпами. От ослепительного множества и безумной скорости закружилась голова, затерялись все звуки, растворились цвета, исчезли привычные образы, и известный прежде мир исчез в следа. Появилась неведомая картина, в дивных разливах восхищённому взору открылась, как в просторах Вселенной, пульсирует волнами, словно дышит, извечная, живая энергия. Спускаясь на землю водными потоками, она несла жизнь и священное знание. На самом деле нет ни звуков, ни света, ни красок, ни забора, ни дома, ни цветов, ни дождя, лишь бесцветные и беззвучные колебания. Девочка заметила, что только в ней самой, в её восприятии эти невидимые волны отзывали звуками, наполнялись цветами, звучали в определённой тональности, обретали чёткие границы и очертания. Потрясённая героиня вдруг поняла, что она сама то волшебное стекло, что превращает их в ощущение света, музыки, реальности, наполняя красотой мироздания. Насквозь промокнув, девочка не двигалась с места, не в силах попустить хотя бы каплю из горнего истока. Она впитывала каждой клеткой своего естества небесную мудрость, что стекла стекала на землю струями дождя. Малышка разжала ладонь и посмотрела на стеклянный обломок. Водные брызги омыли запалённое стекло, и оно яркой звёздочкой засверкало в ладони. И неожиданно, словно внутренний всплеск, осознание, оно тоже сокровище в чьей-то руке, часть божественной фантазии. Внезапно резкий грохот потревожил тишину двора. Сильные раскаты грома встряхнули небесные хляби, будто запечатывая важное событие этого дня. Казалось, неведомая бездна отозвалась громогласным приветствием на пробуждение нового сознания. Потрясённая до самой глубины душа с трепетным волнением внимала благословению неба. Нистовый проливень стал затихать, но не закончился совсем. Теперь дождь закапала в юной душе. Полились из сердца сокровенные строки. Солнце выглянуло из-за лёгких облаков, освежив нежной радугой воду, летящую с небес свет далёких звёзд. В пустом цветнике возле забора молодой зеленью пробился росток, будто в сказочном горшке проросло волшебное зерно. Яркий венчик расцветил клумбу во дворе не по сезону, раскрывшись засушливым летом вместо весны. Девочка улыбнула с прелестным цветом. Светло-жёлтые соцветия трогательно блестели, напоминая связки золотых ключиков, обронённых на землю для неё. распустился лучистый первоцвет, словно сфолок первозданного света. Просто время пришло. Спасибо огромное. Даже дыхание перехватило. Спасибо огромное. Необыкновенная история. Я восхищена, особенно вашим исполнением и вот таком живом. Это, конечно, потрясающе. Дорогие друзья, сказки Тани выложены на канале Ютуб, вы можете послушать их. И вы читали книгу, да, я так понимаю, что они изданы. Да, да, у меня есть две книги, которые изданы. Одна называется «Душа реки», вторая «Лепестки пиона». Так что, пожалуйста, они есть в приятном виде. Там очень красивые иллюстрации. Я благодарна своим художникам, которые поработали. «Лепестки пиона» могу показать. Такая очень весенняя, красивая. Судешная книга. Спасибо огромное. Спасибо, Танечка. Было невероятно приятно и интересно с вами разговаривать. Еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях была Таня Саня из Киева, астролог, психолог, писатель, путешественница и волшебница. Спасибо огромное за приглашение. Очень приятно. Я надеюсь, мы продолжим нашу встречу, потому что у меня было так много вдохновения, что мы обязательно еще о чем-нибудь поговорим. И с вами была я, Анастасия Хрущинская, программа «Женская гостиная» на интернете радио «Сангейтс» и до следующего четверга, дорогие друзья. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok